Приветствую вас! Хочу для начала поддержать коллегу, который говорит, что вам нужно обратиться к сексологу. Специалист в данной области может подсказать вам некоторые специфические моменты, которые помогут вам наименее травмирующе для себя пройти это. Вот. Это первое. Второе. Страх-боль из-за низкого болевого порога. Ну, во-первых, как вы, надеюсь, сами понимаете, низкий болевой порог – это оценка. То есть, это вы его так называете – низкий болевой порог. Но на самом деле, у каждого он свой. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но в целом, я думаю, что у вас всё в пределах нормы. Иначе бы вы об этом знали. Поэтому, ээээм... Я думаю, что вы так рационализируете свой страх перед болью. А страх перед болью вызван некими травмирующими событиями в вашей жизни. И вместе с тем, эээм... страх перед болью – это очень часто мысль о непереносимости боли. То есть, понимаете, эээ... что вся боль, которую человек испытывает, она либо, эээ... в общем-то, та, которую человек может принести, либо та, которую человек принести не может, и его сознание отключает. Но, повторюсь, у вас есть и был некий травмирующий опыт, связанный с болью. И нужно вам это прожить, чтобы вас перестало это тревожить. Следующий момент – это страх интимной близости. Вообще говоря, эээ... Важная проблема, эээ... именно с... эээ... интимной жизнью решается... эээ... деликатно, но решается. Вот, повторюсь, сексолог здесь вам в помощь. Вот. Но... Есть такой момент, как... эээ... интимная близость с точки зрения психологии. То есть, это... отношение к собственному телу. Отношение к телу партнёра. Отношение к... эээ... интимной близости и так далее. И... эээ... в первую очередь, это... доверие. Доверие себе. И доверие партнёру. В первую очередь, это... эээ... желание. Определённое. Да? И вот здесь нужно смотреть. И разбираться. Какие у вас отношения с партнёром. Какие у вас сексуальные отношения с партнёром. Эээ... там... Что вас объединяет с партнёром. Насколько вы доверяете друг другу. Насколько вы доверяете себе. Все эти моменты... Крайне важны. Без этого... эээ... Вашу... Ситуацию не решить. Без этого вашу ситуацию не... Улучшить. Вот. Ну... Страх близости может присутствовать... эээ... По разным причинам. Вот. Например... Опять же некий травмирующий опыт. Например... Проблема личных границ. То есть тут вот нужно... Смотреть. Опять же на вашу историю. Вот. И... Соответственно. Эээ... С этим нужно работать. Вот. Ну и повторюсь. Эээ... Определённая направленность на... Эээ... 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 Партнёра. Также играют... Достаточно важную роль. То есть... эээ... Эээ... Определённые... Ваши... Желания... Тоже... В какой-то степени играют... Серьёзную роль. Потому что... Например... Эээ... Желание... Достаёт наслаждение... Партнёру и так далее. Эээ... Эээ... Специфическое отношение... К сексу может быть это... Няки... Как это... Опять же... Сказала моя коллега, да? Няки... Ограничивающие... Моменты... Могу... 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 Можу... 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 Вот. Эээ... Тут вот нужно... Эээ... 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 Можу... Ну... Этот момент... Мож.. Исле... Иследовать. Вот. Такая вот... История. Такой аспект. На этом все, обращайтесь за помощью вам, здесь помогут решение вашего вопроса лежит не в рамках общих вопросов и ответов, а в рамках терапии. На этом все, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.